всем привет сегодня разбираю планировку в жилом комплексе александровский сад запрос следующий молодая пара которая работает из дома нужен обязательно кабинет планирует завести ребенка вот уже совсем ближайшее время и возможно сразу следом еще и второго поэтому необходимо предусмотреть две детские а раз дети появятся значит должна быть мастер спальня так вот ребята смотрим квартиру в жилом комплексе александровский сад от застройщика что здесь имеем что не так и почему все-таки пришли ко мне для того чтобы я сделал идеально правильную удобную комфортную для проживания квартиру поехали смотреть друзья если вы тоже столкнулись с трудностями как расставить мебель сделать планировку как впихнуть не в пишем и сделать красиво чтобы планировка стала залогом будущего дизайна обращайтесь ко мне за консультация ссылочка в описании услуга платная но недорогая и абсолютно каждый может себе ее позволить зато ваша жизнь многократно улучшится потому что планировка будет просто идеальной ну а я перехожу к разбору этой данной конкретной планировки и так напоминаю эта семья два молодых человека который планирует завести себе ребенка а что смущает в данной планировке во-первых маленькая прихожая обратите внимание если мы поставим шкаф то место останется совсем маленько узенько и коридор заворачивается буквой г но зато есть гардероб пусть небольшой но есть это тоже кстати говоря смущает не все вещи здесь поместится это один из запросов много мест хранения дальше идем первая дверь вторая дверь вторая дверь кстати говоря в санузел в которой стоит стиральная машина опять в санузле стиральная машина что за фетиш такой ставить стиральные машины в санузлы и в ванной не надо этого делать будем менять попадая в следующее помещение мы видим что есть кухонный гарнитур буквой г есть отдельно стоящий стол диван и телевизор напротив окна вроде бы все логично но все равно что-то смущает потому что хотелось бы очень сильно остров поиметь в этой планировке но посмотрим получится или нет дальше есть дверь в кабинет он небольшой но зато застройщик сумел сюда разместить диван рабочий стол и шкаф но возможно для будущих гостей которые здесь могут останавливаться на какой-то период времени все это пространство закончилось переходим в приватную часть этой квартиры что там мы имеем дверь направо это спальня с небольшим шкафом это сразу же ошибка потому что этого недостаточно для тех вещей которые имеет современный человек вход в маленький санузел душевую и на мой взгляд не очень удобно и почему потому что душевая кабина стоит прямо выпирает углом прямо к двери то есть заходя мы будем упираться в этот угол не очень много места под унитаз узкого то но и совсем узко и грустно я бы сказал для раковины потому что но все-таки когда мы умываемся мы как-то руки хотим расставить по свободнее а не стоять по стойке смирно вот нужно тоже подумать что с этим сделать две комнаты детские но уж видимо сначала под ребенка который появится а будущую оставляем но пока как гостевую возможно кто-то будет приезжать оставаться но планируем ее под будущую детскую здесь есть закуток в которой разместили шкаф это предложение от застройщика ну кстати говоря размещение шкафов коридоре это очень даже неплохо потому что мы не занимаем место в детских или гостевых комнатах максимальных освобождаем и переносим вещи в коридор но получилось то такая вот колбасей которая вот прямо вот коридор да и съедает очень много места вроде бы места много в квартире а бесполезного пространства надо сказать хватает хватает ну что перейдем к тому варианту который я предложил моим замечательным заказчиком которые ко мне обратились первое с чего я начал это прихожая поменял ее полностью убрал санузел из бывшей спальни родителей и приплюсовал ее гардеробной таким образом у меня получилось огромное место хранения для огромного количества вещей и это гардероб при прихожей это позволило убрать шкаф который стоял раньше а раз мы его убрали значит у нас место получилось гораздо больше и теперь там просторнее теперь можно развернуться теперь уже понаряднее все это можно оформить в общем это правильно с точки зрения дизайна и ощущения пространства после прихожей дальше мы идем и попадаем в общее пространство проход в приватную часть я замуровал теперь у меня нету там ничего там есть ниша под будущую стиральную машину в эту нишу я поставил стиральную машину оставил место под уборочный инвентарь все это зашил панелями едиными во всю стену чтобы было даже непонятно что эти дверки открываются и там стиральная машина вот идем дальше ну санузел там где он был единственно я поменял компоновку вот обратите внимание я поставил ну естественно раковину естественно напротив входа а рядышком с ней сделал единую душевую кабину и туда же поставил унитаз ну конечно многие скажут как так душевую кабину унитаз а я вам скажу что мы такое уже пробовали делали и очень положительные отзывы получили от заказчиков почему я сделал именно так именно это решение позволяет экономить место в санузле а его здесь очень мало если мы хотим разместить унитаз раковину душевую то нужно прибегать именно к такому решению но по крайней мере мы так делаем и это оказалось очень удобным идем дальше гостевое пространство в общем то фактически я его оставил таким какое оно и есть угловую кухню так как она была единственно компоновку поменял все высокие шкафы поставил вдоль вот этой стены там холодильник там духовой шкаф там микроволновка туда же можно кофемашину разместить и в общем это все сделать до потолка таким единым фронтом все что касается готовки то есть рабочая поверхность вытянута вдоль стены здесь сначала мойка потом варочная поверхность рядом с этим стоит стол и обязательно круглый чтобы не цеплять углы круглый очень удобная форма кстати есть круглые столы которые раздвигаются можно приобрести такую модель и раздвигать при необходимости приглашать гостей увеличивая количество посадочных мест диван я перевернул я его поставил лицом точнее не лицом спиной к окну кстати говоря читать удобнее когда сидишь вот так с книжкой в общем свет падает на книжечку и нам все хорошо это позволило поставить телевизор вдоль стены плотно без окон мы даже можем повесить на стену этот телевизор под телевизор можем поставить какой-то длинный узкий комод тумбу под тв ну в общем с каким-то дополнительным хранением кабинет оставил в том же месте из какое исключение в моем варианте я отрезал практически всю стену выкинул ее и поставил туда откатную перегородку зачем затем чтобы чувствовать себя в этом кабинете не скованно в каком-то маленькой комнатушке а в общем достаточно свободным просто открываем перегородку и ощущаем все пространство гостиной что она вот нам тоже принадлежит моего глазами как бы видим но если нужно уединиться там какой-то skype провести перегородочку закрыли и все уединились все очень хорошо и комфортно когда перегородка открыта это позволяет нам ощутить пространство более свободно она становится большим по размеру и визуально и окон добавляется и света добавляется это очень хорошее решение в приватную часть этой квартиры мы попадаем именно из кухни гостиной для этого есть отдельная дверь через которую мы оказываемся в таком но знаете я бы назвал это тамбуре даже не коридором а наверное таким тамбуром хотя наверное это все-таки коридор вдоль стены которого располагается огромный шкаф 3 метра соответственно это позволяет нам огромное количество вещей там разместить и освободить максимально кухню-гостиную от всякого хлама а если останется место той и одежду мы можем там хранить и постельный какое-то белье знаете полотенца например и вот здесь осталась маленькая детская комната мы можем например вот этот шкаф вообще отсюда убрать и сделать визуально максимально просторную эту комнату насколько это возможно потому что шкаф по сути это коробка которая загромождает пространство вот что помогает решить вот этот вот шкаф вот в этом вот коридорчики перейдем комнатам и так эта комната как я уже сказал гостевая но в будущем когда-то она станет детской следующая комната это детская для ребенка который вот уже скоро появится здесь есть маленькая кроватка есть пеленальный столик есть для буду для будущих игр маленький столик кресло для мамы которая на ночь книжки будет читать ну небольшой шкаф есть стеллажик для игр книжек два окна которые делают эту комнату максимально светлой это здорово для детских ну и остается спальня родителей то есть мастер спальня а вот здесь вот очень интересно удалось ее обыграть когда мы попадаем в эту комнату то видим перед собой кровать которая стоит изголовью к окну может показаться что это не очень удачное решение но в данной планировке именно она делает интересным это пространство потому что мы драпируем там где окна с помощью штор тюли делаем очень красивую многослойную такую тканевую завесу и на ее фоне ставим с большим изголовьем кровать рядом с кроватью макияжный столик со стульчиком для этого хватает места дальше с другой стороны стоит шкаф на два с половиной метра и как я уже сказал если его вдруг не хватит то мы часть одежды размещаем в шкаф который стоит в коридоре а вот что из интересного так это ванная которая тоже находится в этой же в этом же пространстве и она находится за стеклянной стеной это очень круто это объединяет пространство это дополняет света ну а если вы застесняетесь например то можно установить на эту стеклянную стену smart стекло нажал на кнопочку и бац прозрачное стекло стало матовым ну или например можно банально шторки повесить что тоже вполне себе неплохо и могут делать это помещение обособленным здесь у нас есть унитаз раковина и ванная лежа в которой мы можем смотреть сквозь стеклянную стену в окно и наслаждаться солнышком но это очень здорово а также сюда я еще поставил всякие растения перед входом в ванну что создает ощущение что мы на природе если хотите да и вообще зелень в интерьере это всегда хорошо именно для этого я утопил стеночку туда вглубь ванной комнаты для того чтобы вот эти растения свободно разместились вот в этом освободившимся пространстве угол у комнаты который раньше был вот прямым я скруглил во-первых не будем цеплять плечами и избивать красивую отделку во вторых зрительно мы как бы увеличиваем стену что дает нам ощущение более просторного помещения вот такой вариант дорогие друзья у меня получилось опишите в комментариях как бы вы сделали так а может быть по-другому или у вас родится какое-то свое решение было бы интересно об этом узнать для этого есть комментарии внизу ну и конечно же ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал ну и покупайте красивые удобные квартиры а чтобы выбрать такую обращайтесь за консультацией ко мне всем пока да прибудет с вами муза прежде чем начнем говорить об этом нет ну так да от окна попадает свет освещает книжечку все светло хорошо опять колпачок